Такое мероприятие и в таком хорошем качестве техника прибыла, которая своим ходом вышла с морского транспорта, загрузилась на большегрузные тралы, переместилась на станцию погрузки и встала на железнодорожные платформы. До недавнего времени вся эта уникальная техника состояла на вооружении армии Народно-демократической республики Лаос. Все танки передали Министерству обороны России в рамках военно-технического сотрудничества. Судя по всему, боевые машины были доставлены Лаосу в 80-х из Вьетнама, где еще раньше принимали участие в военном конфликте между Севером и Югом. Как минимум половина этих танков выпущены в 1944 году, то есть во время Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст, легендарные Т-34 все еще на ходу. Да и боевая часть здесь находится в рабочем состоянии. Легендарные танки Т-34 прошли модернизацию в 60-х. Однако бронекорпус, узнаваемая скошенная башня, ходовая часть, передача и силовая установка не претерпели существенных изменений и остались прежними образца военных лет. Приятно удивлен, что танки довольно-таки старые и нам не доставили они никаких хлопот. Из Лаоса танки морем доставили в край. И теперь началась масштабная сухопутная переброска легендарной бронетехники с востока на запад. Уже сегодня эшелон двинется в Подмосковье. Технику планируется использовать.